первые повреждения на красной ракете елочку атаковал немножко 23 день катания мы на полпути до места катания как я запланировал марсут но что-то я не знаю сомневаюсь что мы доедем посмотрите сколько сегодня снега это все свежий снег за ночь который насыпало пух видите на турбе сегодня с нами невозможно ехать не видно ничего глаза залепляет но альберт а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, особенно хорошая катка сегодня в лесу. Витя, покажи траншею. Вот, турбороид. Метр семьдесят шесть. Да, мой рост метр семьдесят шесть. Вот, смотрите, сами по подбородок. Это еще не до конца. Да, это просто снегоход проехал. Турбо. Да, турборулит. Короче, я не знаю, такой кайф. В лесу это вот все нападало, кстати, вот за ночь. Внизу подложка хорошая и едется нормально. Кайфуем. Если у вас снегоход турбо, всегда надо иметь с собой лопату. Первые повреждения на красной ракете. Елочку атаковал немножко. Левая боковина треснула. Немного отошла вентиляция вариатора. Сейчас скотчем приклею это все. Вечером буду запаивать. Жалко, конечно. Ну ладно, бывает. Все, отремонтировал, заклеил скотчиком трещину. Вечером нужно будет заклеить. Еще хотел сказать. Сейчас вот пока заклеивал боковину, стояли чай и пили. Слышали несколько сходов лавин. Может быть это, конечно, и не лавины, но продолжительные такие звуки были. Может быть снег садится. Ну, хотя я не знаю. За ночь нападало очень много снега. И даже вот стеночки едешь, они и сыпят. Я думаю, что это большие лавины ухают так сильно. В общем, лавина опасна сейчас. Обязательно биперы берите с собой. Щупы, лопаты. Без этого не выезжайте. Поднялись из ручейка. Какой подъемчик интересный. Смотрите, три утки в снегу. Утки резвятся в снегу. В общем, уже вечереет и плохо видно рельеф, плохо читается. Уже... Ой, что-то с рацией у меня сегодня, кстати, она ловит какую-то волну. Постоянно включается, шипит. Буду разбираться вечером. Наверное, завтра с другой поеду уже. В общем, покатались отменно. Минус боковина у меня вечером буду клеить. Все остальное... О, товарищи наши подтянулись. А что без очков? Очки. Сегодня проблема, кстати, с очками. Потому что запотевает все снегом, забивает и плохо видно. Запотевает даже с подогревом очки. Запотевает, да все запотевает. Вот у меня с вентиляцией, но я все не менял. Ну, все забито, и я вот вижу, у меня начало сейчас запотевать. Сейчас одену очки скиду с подогревом сухие, светлые, прозрачные. И уже спокойненько домой. Короче, перемещаемся в гараж. Вот мы уже в гараже. Мой снегоходик стоит со сломанной боковиной. Сейчас буду ее ремонтировать. Сломалась не только боковина, но еще и вентиляция вариатора. Тут немножко отлетело крепление. Сейчас это все нужно склеивать. Заклеил пластик, но собирать не стал, потому что нужно время, чтобы он схватился хорошо. Завтра утром соберу. Луна, посмотрите какая луна. Луна. Яркая, большая. Сейчас даже можно без фар кататься. Видно все очертания гор. Как тебя представить, кстати, а? Кто ты так хочешь? Сегодня у меня в гостях мой друг и... Сегодня у меня в гостях мой друг Евгений Ерухимов. Он очень хорошо разбирается в технической части снегоходов. Поэтому можно ему подзадавать несколько каверзных вопросов. Женя, привет. Леха. Первый вопрос у меня будет к тебе такой. Почему у меня кончились ремни на 270 километров и на 846? Понятно, что там был тяжелый снег. Ну, вот твое мнение какое, скажи. Ну, если речь идет о том ремне, который мы с тобой вместе тогда убили на твоем 154-м саммите 2019 года, я могу только предположить, потому что никто не знает почему, на фоне того, что у остальных ничего не умерло в это время, я могу только предположить то, что мы катались тогда с тобой единственные, кто поехали в это тяжелое место. И снег был очень трудный, очень тяжелый и не ехало ничего. И я там на своем экспериментальном траке 2.8 вообще сидел раньше всех. А ты ехал, но ехал на грани и долго-долго, долго-долго в полном газу и в тяжелом снеге. Ну, я только это могу предположить, что первое было то, что снегоход на обкатке, мы его специально, как ты помнишь, завышали обороты на вариаторе. Чтобы он хоть как-то ехал в такой снег. Да, чтобы он тогда поехал у тебя. И вот мое предположение только в этом, что так, вот другого я не вижу. Ну, в общем, в такой снег нужно было делать чаще остановки и охолождать ремень и следить, в общем, за оборотами. Да блин, в такой снег, как делать чаще остановки? Это расходный материал в такой снег, ничего не сделать, ну все, ну что. Все стояли, мы ехали, а плата за эту езду была такая. Хорошо, с этим ремнем понятно. То есть, ну, тяжелый снег, все, тут вопросов нет. Второй ремень 846 километров. Ну, он прошел 500 километров. Ну, начнем с того, что я опять же его поставил в тот тяжелый снег и начал его катать без прикатки, да? Ну, выбора не было такого. И он вот в таком режиме прошел 500 километров. Что по этому поводу скажешь? Да вот ты сам начинаешь отвечать на свой вопрос. Ты едешь, ставишь ремень, в тот же опять снег, опять же вариатор стоит на пятерке. Пятерке, да. Хотя для этих высот, для этого места, ты знаешь, что пятерка много. Но нам тогда было деваться некуда, нам нужно было эти показания вариатора. Чтобы снегоход ехал. Потому что мы бы стояли. А сейчас ты просто взял и не вернул. Про я, снегоход прошел обкатку. Снегоход, снег стал легче. Ты при этом, ты вкатился. Ты стал прыгать красиво, дальше, энергично. Газить. А вариатор остался в положении 100-200 оборотов. Это плохо. Объясню почему. Потому что у этого мотора, все мы знаем, пик и полка мощности 7900-8000. Что происходит? Ты, казалось бы, загоняешь мотор в высокие обороты, но полка мощности падает. И в результате у тебя падает все. И мощность и момент. И в результате все нагрузки на ремень становятся больше. Обороты увеличились. Мощность мотора упала, а ему надо крутить тяжелее, потому что скорость увеличилась. И момент упал. Поэтому все на ремне. Вся нагрузка повисла. И это ошибочно. Нельзя, многие ошибаются, нельзя допускать того, чтобы мотор крутил больше 8000. Это неправильно. Ну, в данном, мы говорим, о стоковом моторе, который измерен, у которого полка от 7900 до 8000. Все характеристики его известны. Да, мы не обсуждаем еще стопа мотора, еще какие-то там, бигборы, в которых там в других местах все эти параметры. Но конкретно этот мотор, мы просто пропустили это. Потому что я-то остался на тройке, а другие люди, которые катаются на этом снегоходе, которые ушли на четверку, на тройку, катают. Да, и ремни у них ходят. 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 В общем, подытожим. Снегоход прошел обкатку, начал легче крутиться. Я остался на пятерке, и обороты у меня с 7900-8 ушли на 8200. И ты еще прошел обкатку. Да, и я вкатился, начал подольше нажимать газ. Ну а что, есть же, покажи людям, как ты сейчас прыгаешь, как ты сейчас едешь. Я-то это видел глазами. Теперь с этим мы забрались. В принципе, все понятно по ремням. Сейчас новый ремень поставил я, вариатор поставил. 51-й, да, по-моему? Нет, 531-й. 531-й, новый поставил, вариатор поставил на четверку. А, это в запас мы положили. Да, который уже откатанный. Вариатор на четверке у меня сейчас, обороты 7900-8. Теперь подходим к самому интересному. Расскажи, как правильно настроить вариатор. Что для этого нужно сделать, и вообще, какая процедура важна? Ну, я сейчас просто процитирую руководство по эксплуатации, но это не трудно. Ну, не читают люди инструкцию. Ну, ничего страшного. Первое, что мы обязаны сделать перед настройкой оборотов и настройкой вариатора в данных погодных условиях и в данных высотах, в которые мы приехали, мы должны первое настроить вариатор ведомый. Такой большой, вторичный вариатор, в котором мы видим, как по наружному большому диаметру лежит ремень. Обязательно ремень должен лежать так, как рекомендовано. Это проверено, и это лучшая настройка. Есть всякие рекомендации, чуть ослаблять его, то есть, чтобы он чуть выше выползал из щек. Есть такие рекомендации, но они, как оказались, неверные. Во-первых, снегоход хуже начинает ехать, начинает раньше трогаться. Во-вторых, это показало, что еще хуже для ремня. И вернувшись к ведомому вариатору, ремень должен... Вот он такой вот. С зубчиками. Так вот, внутренние зубчики, которые провалы, они должны быть ровно в уровень со щеками вариатора. И теперь можем вернуть... Если мы на вариаторе увидим любую цифру, я считаю, кроме тройки, то есть, если у вас стоит, например, угловые цифры, единица или пятерка, то я бы рекомендовал уйти. Потому что это заведомо цифры неверны. Заведомо. Ну, я не видел снегоходов, на которых нужно установить эти цифры здесь у нас на этих высотах и вот в этих условиях. Я бы рекомендовал поставить тройку и выехать на склон. То есть, начинаем с тройки. Начинаем с тройки. Это средняя самая настройка. Мы точно ничего не сломаем. Мы точно будем понимать... Дальше выезжаем на склон. Склон желательно... Он должен быть снежным. Почему он должен быть снежным, а не укатанным и не ледяным, и не ратрачка, не дорога? Потому что горный снегоход, мы сейчас ведем речь о саммите, он плохо управляем. Убираем горочку. Не надо горку крутую. Это должна быть какой-то средний уклон. Встали, не надо нажать резко полный газ. Встали, прогретый снегоход. Мы встали удобно. Чувствуем, что все безопасно. Никто нам тут мимо не помешает. Очистили щиток приборов. Увидели там обороты двигателя. Да, нужно выставить именно тахометр обороты двигателя. Именно тахометр. Не максимальные, запомненные и все прочее. А именно тахометр в онлайне. Сколько сейчас? Чтобы в реальном времени видеть, сколько у нас оборотов. Сколько сейчас оборотов. Нажимаем плавно газ. Разгоняемся. Держим полный газ. Чувствуем, что мотор вышел на максимальные обороты. Вариатор перестал переключаться. Что все, вариатор выставил свое максимальное передачное число. И едет стабильно вверх. Вот в этот момент мы смотрим на тахометр. И прям смотрим. И вот что он показывает. Он будет... Почему мы смотрим долго? Достаточно. Ну что значит долго? Это типа 2 секунды. 3 секунды. Зафиксировали цифру. Да, потому что будет 7908 или 8800. Будет гулять. Если у вас гуляет 200 оборотов, значит вариатор еще не переключился. Значит вариатор еще переключается. То есть нужно дождаться пока... Нужно дождаться пока он дойдет. И в обороты максимум должно гулять 100 оборотов. Если мы видим, к примеру, на щитке на своем 8800 колеблется, значит мотор перекручивается. Я бы порекомендовал... Напоминаю, что мы начали с тройки. На стройке. На щитке мы видим 8800. Я бы порекомендовал поставить двойку. То есть уменьшаем на одну цифру. На одну цифру. Это дает уменьшение на примерно 100 оборотов. Примерно 100 оборотов. Безусловно, 8, в принципе, обороты... Если мы видим там 8, это хорошо. И поэтому, конечно, если человек достаточно профессионально катается, и он уже чувствует, и он понимает, что он нигде не едет ваааа, как мы с тобой жгли ремни, то, наверное, этот человек бы и оставил бы так. Потому что он уже понимает, какой у него снег, какие у него погодные условия, в каких режимах он катается. И для него этот режим лучше, потому что при таком режиме мотор будет быстрее выходить на свою мощность и будет более эффективней трогаться. Если этот человек ездит долго в газ, и снег требует все время крутить, я бы потребовал поставить двоечку. Тогда снегоход упадет примерно 7,950, 8,050, 7,908 будет вот в этом режиме. То есть он будет все время в зоне максимальной мощности стоять. Мы будем экономить ремень, мы будем правильно расходовать мощность двигателя и все остальное. И тогда и мы получим релакс, и снегоход мы не сломаем, и ремень, и все будет так, как нужно. Но еще раз повторяю, это базовая настройка. И, конечно, любой райдер, который технически понимает, что происходит, конечно, он сдвинет куда-то. Ну, естественно, все сдвинут в более высокую сторону, как я уже говорил, потому что человеку, ну, ему, он понимает, что он не ездит в полный газ долго, но ему нужно вот эту кривую сдвинуть чуть повыше. Там много есть режимов в вариаторе, когда ты там, многие считают, что если опустить обороты, будет больше бензина экономится и все проще. Это, конечно... Кстати, если вот наоборот, не докручивает, там, допустим, 7700, 7800, или там 7600, 7700, вот так. То есть в этом случае наоборот нужно увеличить на одну цифру. Да, конечно. То есть идеально это 7800, 7900, или 7908. 7900 плюс минус 100, по-моему, написано. Нет. Ну, лучше сделать 7908. Ниже 7900 не уходите, потому что полка оборотов у этого мотора, 7908. И ниже 7900 лучше не уходить. Все понятно. Доступным языком, в принципе, объяснил. И я думаю, что мои подписчики, и кто нас смотрит, тоже все это дело прочувствовали, и будут правильно настраивать вариатор. Спасибо тебе большое. Я думаю, что не последний раз еще что-нибудь позже запишем. Да, вообще, в твоем распоряжении. Я бы хотел сказать, что, ребят, вы спрашиваете у Лехи, мы всегда готовы поделиться информацией, сказать, потому что от этого зависит и ваше удовольствие от эксплуатации техники, и то, что вы получите от этой техники, что вы хотите от нее получить, спросите. Не делайте ошибок. Не надо, пожалуйста, к ней прикручивать турбокомплекты и всякую чушь, которую продают. Ставить траки Комопласт, которые мы наступили в этом году, которые мы опять послушались, что Комопласт, Комопласт, Комопласт 2.8 у вас будет ехать. При этом я копал, а все мои друзья на трехдюймовом стоковом траке катались. И я сейчас вернул трехдюймовый стоковый трак и просто наслаждаюсь снегоходом. Лучший снегоход стоковый. Вообще. Из коробки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова